Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня я, Абдимаша Яжан, и моя коллега Рязанова Диана, мы вместе собираемся вам представить наш проект «Биопечать органов на 3D-принтере». Мы с Дианой увлекаемся медициной и в будущем хотим поступить на лучший медицинский ВОЗ. И поэтому выбрали такую тему. Как вы знаете, многие из вас уже привыкли к 3D-печати, но на самом деле эта технология появилась более 30 лет назад. И самую первую запатентовал ее американец Томас Болл в 2003 году. Но самый первый удачный эксперимент по использованию живой ткани произошел в 2006 году, когда семи пациентам был разработан мочевой пузырь из их стволовых клеток. Казахстан тоже занимается изучением в этой области, в области 3D-печатания, а в особенности этим занимается Петропавловский завод имени Кирова. И там, в этом году, они проявили вот их принтер, они представили его. Этот принтер отличается особой выносливостью, может печатать сутки напролет. Но также, несмотря на его громоздко, как вы можете видеть, он печатает очень точно, с точностью до 0,05 мм. К сожалению, на данный момент размер объектов ограничен 30 см. Это все из-за размера самого 3D-принтера, разумеется. И наши коллеги на Центральной школе Петропавловском тоже занимаются изучением в этой области, и они уже довольно развелись в этой области. Ученики занимаются печатами деталей для робототехники, макеты домов и для автомобилей. Основной отраслью использования является профессиональная, от медицины и до архитектуры. Разумеется, в будущем же мы хотим посвятить себя этому делу. Благодаря 3D-печатию мы сможем спасти не одну жизнь. Наши исследования будут нацелены на спасение жизни детей еще в утробе. Мы надеемся, что мы сможем достичь своей цели. Спасибо за внимание. Не больше, не больше, так же, как все сомнение.